Здравствуйте! С тех пор, как было сделано это оглавление, несколько раз поменялось количество страниц и теперь оно утверждено окончательно. Изначально указатель составлялся путем копирования первой строки. То есть первая строка control, то только не из PDF. Если копировать из PDF будет каша. Деванага рекопировать из PDF никогда не следует. Итак, берем индизайновский исходный файл, видим 112 страница, выделяем, ctrl-c, идем документ, ctrl-v. Какая эта страница? Вручную выписываем, 112. Нажимаем, нажимаем. После текста тут надо осторожно, чтобы ничего не стереть, потому что и эмидитор странно на себе ведется в нагреве. Называем tab. Так изначально составился указатель начала строк. То есть первые строчки скопировались, номера страниц. Так изначально создавался создавался вот первый вариант. Значит, это уже алфавитный. Значит, вот не по алфавиту, двенагой, из которого сделали потом и аст. Значит, номера страниц сейчас уже не соответствуют. Вот изначально было 22. Сейчас посмотрим. Возьмем кусок. Надо брать не все, потому что вот этот кружок, который здесь вручную добавлен, этот кружок на самом деле указывает на то, что мы отрезали часть сложного слова. То есть вот эти кружочки, это указание на то, что это часть сложного слова, что это не просто, ну как, слово закончилось? Нет, оно там не закончилось. Вот. Поэтому не надо искать эти кружочки в тексте, их не будет там. Вот. Это их проставило уши. Итак, берем какой-то смыслный положительный кусочек, Ctrl-C и смотрим. Вот можно в самом и дизайнерском файле. Так, наверное, проще. Вот. Убеждаемся, что у нас выбран документ, чтобы он искал больше. Вот он нашел начало. Двадцатая страница. Проверяем. Значит, вот у нас тот же документ, только в ГАСТе. Да, значит, это уже не двадцатая, не двадцатая страница, а двадцатая. То есть мне нужно получить, например, вот в ГАСТе, или это в Анагаре, как удобнее, документ, в котором вот прописаны теперь уже правильные цифры. Правильные цифры. Значит, да. То есть вот документы я могу легко перегнать из транслитерации в Анагаре, из в Анагаре транслитерации, поэтому для меня не имеет значения, что там именно будет, но вот только получился в лес артефакт. В данном месте. В общем, все равно надо следить, что я ничего никуда не поехала. Здесь, видимо, здесь был нолик. Вместе знака. Это даже не знак радуется. Это именно санскритский, демонагорский способовозначения сокращений. Вот. А тут, видимо, пополоскать. Мусор. Вот. То есть мне нужно получить обновленные номера. Мне надо, чтобы был сверен демонагорский текст с бумажной книгой, чтобы убедиться, что там, где в бумажной книге слитное или раздельное написание, слитное или раздельное написание сохранено и в книге, потому что весь Демонагорь, который вы видите, он получен путем конвертации текста из транслитерации, который изначально набрал Максим. Там могут быть ошибки. Там могут быть следние раздельные написания, которых не было. В общем, тут надо все проверить. То есть в первую очередь проверить, совпадают ли номера страниц начала строк. Не должны совпадать. То есть, предположительно, там на две страницы должны отличаться. Это раз. Два. И это отдельная задача проверить, все ли соответствует бумажному оригиналу. Не все должно соответствовать. Должны быть хотя бы незначительные, немногочисленные, но отличия. И вообще надо смотреть. Вот, например, здесь две звездочки. Два раза повторяется. Это надо уже, чтобы верстальщик посмотрел. То есть, видимо, псевдо-сноска, а здесь настоящая сноска. В общем, это уже уровень верстальщика. Вот. То есть, у нас есть разные файлы для сверки. У нас есть PDF. У нас есть даже HTML файл. Если на то, что пошло, то есть, вот, есть файл. Тут даже не нужен InDesign. Тут тоже работает поиск. Вот. Ну вот. Спасибо.